Это программа День с толком, студия Анастасия Дорогана, в ближайшие полчаса о главных событиях недели. На этой неделе в Алтайском медицинском сообществе разгорелся скандал. Медики призывают власти Минздрав Края не допустить сокращения льготных отпусков. Анестезиологи, реаниматологи, хирурги и другие специалисты нашего региона направили коллективное обращение против уменьшения социальных гарантий и льгот за работу во вредных условиях. Документ подписало почти семь сотен сотрудников медучреждений, которые ждут четких разъяснений от ответственных. Тему продолжит Елена Макаренко. Естай Калиев, анестезиолог Краевой клинической больницы. Молодой специалист, один из семи сотен медиков, который подписал коллективное обращение к губернатору Края против сокращения льготных отпусков. И один из тех, кто не подписал ДОП-соклашение к трудовому договору, по которому отдых за работу во вредных условиях с нового года может сократиться сразу в три раза. С 21 дня до 7. Для меня возмутительно снижение социальных гарантий и льгот для медработников в Алтайском крае. Я не вижу смысла, если меня уволят в Краевой клинической больнице, оставаться в этом регионе. И такие настроения сегодня царят во многих медучреждениях региона. Поводом для возмущения послужило письмо, которое региональный Минздрав разослал еще в августе этого года. Суть его сводится к следующему. Расходы на компенсацию за работу во вредных условиях в размере сверх минимальных, то есть больше семи дней, признаются нецелевым расходованием средств ОМС. В своем письме ведомство ссылается на постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа. В декабре прошлого года территориальный фонд обязательного медстрахования выиграл суд в споре с Калманской ЦРБ. Было установлено, отпуск, превышающий 7 дней, не может быть оплачен из фонда оплаты труда по линии ТФОМС. После коллективного обращения алтайских медиков к губернатору ситуацию прокомментировал министр здравоохранения края. По словам Дмитрия Попова, судебное решение действует только в отношении Калманской ЦРБ и на другие больницы не распространяется. Это хитросплетение нашего трудового законодательства, которое длится с 1974 года, когда еще решением ВЦСПС было принято эти отдельные, скажем так, условия труда, которые требуют дополнительного отпуска. Ну и в зависимости от этих условий были установлены эти самые добавки. В последующем законодательство трудовое менялось и поменялись и требования, но вот эта вот старая нормативная база и современные условия, они взошли в некий конфликт. Конфликт разгорается и в медицинском сообществе. Если новые условия оплаты касаются только Калманской ЦРБ, зачем тогда письмо разослали по всем подведомственным Минздравоорганизациям, недоумевают врачи. Профсоюз работников здравоохранения активно поддерживает медиков в отстаивании их социальных гарантий и подчеркивает, проблема с оплатой до подпусков назревает давно. В 2019 году уже фонд обязательного медицинского страхования заявляет, да, мы готовы оплачивать, но только минимум, потому что денежек особо нет. И семь дней мы, конечно, оплатим, а все, что сверху семи дней, ну то, что установлено трудовым кодексом, пожалуйста, из платных услуг. Наши медицинские организации не имеют такого количества денег за платные услуги, чтобы полмиллиарда в год отдать за дополнительные отпуска. Профсоюз выдвинул требования Минздраву прописать в региональном отраслевом соглашении четкие нормы о том, каким специалистам и за какую работу нельзя сокращать до подпуска. Мы же не в изолированном обществе живем. То есть у нас есть коллеги, друзья, соратники и по другим регионам. И там совсем не так. То есть там этого вопроса не стоит. Тогда вопрос, мы в одной стране живем или мы в разных странах живем. Алтайские врачи говорят, что работают не меньше, чем их коллеги из других регионов. К примеру, все без исключения анестезиологи кардиоцентра трудятся минимум на полторы ставки. По психологической нагрузке их приравнивают к профессии летчиков-испытателей. Ну иногда бывает, получается, полусутки человек работает и на следующий день остается. Тоже в день. То есть еще плюс 8 часов. 24 часа он отработал, плюс еще 8 на следующий день. 32 часа. Ну получается, да. Сокращение отпуска приведет к быстрому профессиональному выгоранию, говорят врачи. А еще для многих может стать последней каплей в решении покинуть родной край, в котором уже сегодня тотально не хватает медиков. Конечно, это будет крайняя мера, этого, конечно, не хотелось. Здесь уже все обжито, здесь родители, здесь профессия, здесь должность, здесь знакомство и все остальное. Но вынуждает мне, вынуждает ситуацию. Елена Макаренко, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. Уже после выхода материала наш источник передал внутренний документ одного медучреждения. В нем сказано, что прежний приказ об изменении продолжительности дополнительного отпуска медиков отменяется. Такое решение принято на основании некоего совместного письма Минздрава края и территориального фонда ОМС. Пока неизвестно, руководство всех ли медучреждений региона этому последовало. Уже практически две недели в Барнауле, да и в целом в стране, действуют новые повышенные тарифы на коммунальные услуги. Напомним, в большинстве муниципалитетов Алтайского края общий размер повышения с 1 декабря составил чуть больше 10%. А вот в двух крупных городах цифра в платежной квитанции выросла куда более существенно. В Бийске на 11,5%, в Барнауле на 14,7%. В Краевом управлении по тарифам заверили, что для жителей этих городов предусмотрены компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ. Предел роста платы граждан, свыше которого будут осуществляться компенсации в соответствии с требованиями законодательства, установлен для Барнаула на уровне 14,7%. Сумма превышения компенсируется всем жителям из бюджета. Как сообщает сайт Барнаульской мэрии, в этом году на компенсации с бюджета города было заложено около 4,5 миллионов рублей. А вот в следующем году в 8 раз больше, почти 32 миллиона. За оформлением и получением компенсации нужно обратиться в Комитет по социальной поддержке населения Барнаула или в МФЦ. Также заявку на предоставление услуги можно подать в электронном виде на портале «Электронный Барнаул». Адрес портала сейчас на экране. Еще больше, чем просто за коммунальные платежи, приходится платить барнаульцам, чья квартира промерзает. В последние годы жители краевой столицы стали чаще судиться с застройщиками из-за плохого качества только что сданных квартир и домов. Морозы – самое активное время, когда люди обращаются к специалистам по оценке нарушений при строительстве. Что делать, если это все о вашей квартире и можете ли вы рассчитывать на компенсацию? Ирина Корчагина поговорила об этом с Андреем Антиповым, руководителем Ассоциации защиты прав дольщиков. Первые морозы еще в ноябре сейчас показали, что жители новостроек, которые приобрели квартиру 2-3 года назад или 5 лет назад даже, сталкиваются с неприятными сюрпризами. Если говорить о проблемах, связанных с морозами, то самые распространенные недостатки – это недостатки, связанные с оконными и балконными ПВХ-блоками. То есть, когда наступают морозы, сам ПВХ-материал – это материал подверженной температурной деформации, и сам ПВХ уменьшается в размерах. За счет этого начинается инфильтрация наружного воздуха в само помещение. Это самый распространенный недостаток. Также существуют ошибки при проектировании систем вытяжной вентиляции. Происходит так, что холодный воздух начинает заходить в саму систему вентиляции, охлаждает стойки вентиляции, на них выпадает конденсат, появляется плесень, и все связанные с этим последствия. Это самые распространенные недостатки, связанные с холодом. А вообще, насколько часто жители новостроек сталкиваются с такими проблемами? Неужели не бывает такого идеального дома, когда ты заехал и не столкнулся ни с трещинами, ни с какими-то другими сюрпризами? Ну, специфика нашей работы такая, что к нам обращаются только с проблемами. Конечно, есть, я уверен, что есть такие дома, в которых проблем практически нет, либо их очень мало, но мы, по своей сути, мы работаем только с проблемами. Скорее всего, это дома, такие, знаете, более премиум класса, которые более дорогие, которые некоторые у нас застройщики строят. Там, собственно, используются и материалы более качественные в изготовлении окон, и инженерные системы там, соответственно, более такие эффективные, чем, допустим, в помещениях, в домах эконом-класса. А если говорить не про зимние проблемы, а какие еще возникают? Трещины, что еще может? Усадочные трещины, естественно, да. Если дом особенно кирпичный, вот на Попово есть такие дома, которые кирпичные, на нижних этажах практически во всех квартирах, где люди сами сделали ремонт. Там была штукатурка от застройщика, дом очень тяжелый, идет усадка, идет квадратными метрами просто отслаивается штукатурка, и готовый ремонт, то есть его необходимо фактически переделывать. Это недостаток. Недостатки в части общедомового имущества тоже очень распространены. Это недостатки, связанные с отмосткой, с придомовой территорией, с кровлей. Кровля тоже очень распространенный недостаток, то есть какие-то протечки бывают, то, с чем к нам обращаются. Недостатки не только с квартирами, но, допустим, с гаражами, с машиноместами. То есть обращаются часто люди, когда была некачественно выполнена гидроизоляция, допустим, гаражей, построенных ниже уровня земли, туда просто происходит протечка воды. Вода, как правило, проходит через металлические конструкции, она ржавая, портит лакокрасочное покрытие автомобиля, и с такими недостатками тоже часто обращаются. Ну вот сейчас, все-таки, если говорить еще про морозы, вот сама могу просто сказать, к нам очень часто в редакцию обращаются люди, вот сейчас в последние недели, две, три, не знают, куда обращаться, либо к застройщику, либо в управляющую компанию. У вас прибавилось клиентов? Да. На самом деле морозы – это такая пиковая нагрузка у нас, пиковое количество звонков – это именно морозы. Потому что недостатки, допустим, связанные с некачественной отделкой, они не так критичны для жизни, как недостатки, связанные с промерзанием, с плесенью, со сквозняками. То есть, когда болеют дети, люди уже более остро на это реагируют, естественно, и ищут помощи. Ну, допустим, представим ситуацию, у людей в квартире плесень, холодный пол, вот что здесь можно сделать? То есть надо заставить застройщика исправить эти все, скажем, косяки, да, прямым текстом, или просить компенсацию, как-то самим пытаться бороться с проблемой? На самом деле я бы рекомендовал, все зависит от того, сколько осталось гарантии на дом. Если дом новый и по закону у нас 5 лет гарантии на общие строительные конструкции, я бы рекомендовал обязать застройщика устранить эти недостатки для того, чтобы не потерять гарантию. Потому что следующие 5 лет просто дольщик может лишиться гарантии на данные недостатки, именно в той части, в которой он будет устранять сам, если получит компенсацию. Лучше, конечно, обязывать застройщика устранять эти недостатки. И это еще может быть связано с тем, что все-таки, если у нас идет промерзание стен, то стены – это общедомовое имущество, могут возникнуть проблемы с допуском к общедомовому имуществу. Поэтому, конечно, здесь лучше обязывать застройщика. И вот еще раз, я заселяюсь в новый дом, например, его сдали в прошлом году. Сколько у меня есть лет, чтобы вот еще я могла претендовать на компенсацию, на какое-то возмещение каких-то недостатков? Фактически у нас закон, 214 федеральный закон, если вы приобретаете квартиру по долевому строительству, то у вас есть 5 лет на общие конструкции, в том числе окна гарантия. И 3 года гарантия на инженерные системы. Если вы квартиру покупаете по договору купли-продажи, вот сентябрьское у нас было определение Верховного суда, то гарантия у вас 2 года. То есть поэтому по 214 фазе гораздо выгоднее приобретать квартиру. То есть если, например, дома уже лет 7 и начинаются какие-то промерзания, это уже просто мои проблемы? Фактически да. Есть судебная практика у нас, где мы должны были доказать, то есть мы можем доказать и можем обязать застройщика устранить эти недостатки, если мы докажем существенность этих недостатков. Это первое. Ну, там признаки существенности это свои. И второе, если мы докажем, что данные недостатки возникли в период гарантийного срока. Это, конечно, экспертиза. Здесь делается все только через экспертизу. Застройщики наверняка неохотно идут навстречу и, наверное, только в судебном порядке решаются такие проблемы? Вы знаете, зачастую да. То есть застройщик это все равно коммерческая организация, основная задача это получение прибыли. Любые расходы для них это очень плохо. Все-таки они, несмотря на то, что в публичном пространстве декларируют какую-то социальную функцию, но на практике мы сталкиваемся с другим. И, как правило, 99% это всегда судебные процессы. То есть практически всегда. Если вспомнить ваш опыт, клиент, который получил наибольшую компенсацию за какие-то недостатки? Это был дом молодежная 59, цифра 1 миллион 200 тысяч. При стоимости квартиры 2,5 миллиона. А что же там? Половины квартиры не было? На самом деле мы просто проводили судебные процессы. У нас было два судебных процесса. Первый по качеству. Мы взыскали, если не ошибаюсь, 200 тысяч. Это были недостатки по качеству. 200 тысяч это неустойка. 200 тысяч штрафные санкции. Это 600 тысяч. Мы взыскали это в Новосибирске, потому что ответчик, юридическое лицо зарегистрировано в Новосибирске, а сам собственник был зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Иск по взысканию неустойки, там более года был нарушен срок ввода дома в эксплуатацию, мы провели в ХМАУ дистанционно. То есть судебный процесс провели. Тоже взыскали 600 тысяч. Суммарно 1 миллион 200. Но это пока наш рекорд. Если я обращаюсь, например, к вам как к юристу и прошу помощи, нужно мне устранить какие-то недостатки, получить компенсацию, и, допустим, застройщик это выплачивает или устраняет недостатки, а кто платит за юриста? Если мы взыскиваем компенсацию, и итогом судебного процесса является компенсация, мы можем работать за гонорар успеха. То есть мы не берем никаких предоплат, стараемся минимизировать финансовую нагрузку на дольщика, то есть можем даже сделать так, чтобы не тратились деньги на нотариус, на доверенность нотариальную. В таком случае оплата производится после получения денег от застройщика определенный процент. Если же судебный процесс идет по обязыванию застройщика устранить недостатки, там есть фиксированная цена. Но и в том, и в другом случае данные расходы являются судебными расходами, и они подлежат компенсации застройщикам. И определенная их часть судом компенсируется в пользу дольщика, взыскивается с застройщика. Многие застройщики качественно повысили свой уровень, когда начали сталкиваться с судебными процессами, когда это направление стало популярным среди дольщиков, потому что заплатив до 5 миллионов за квартиру, люди вправе рассчитывать на то, что они получат хороший результат, что им не придется еще полмиллиона вкладывать в переделку всех этих недостатков строительных, они вправе на это рассчитывать. И все-таки правовая грамотность у людей растет, они защищают свои интересы в судах, они прибегают к помощи специалистов, и все эти обстоятельства, они, конечно, приводят к тому, что застройщики, они вынуждены повышать качество, либо они вынуждены юридически нивелировать свои какие-то риски. Соответственно, несмотря на общую тенденцию популяризации этих судебных процессов со стороны дольщиков, возможностей их проведения становится все меньше и меньше, потому что объекты сдаются все качественнее и качественнее в Барнауле. Допустим, сравнивая те же объекты в Москве, потому что мы ведем судебные процессы по всей России, я вам скажу на удивление, в Барнауле уровень гораздо лучше, чем в той же Москве. То есть застройщики строят лучше. Какие можно советы дать жителям новостроек? На что обращать внимание? Вы знаете, как бы, я вот хочу дать один простой совет, не пытайтесь самостоятельно что-то решить, не пытайтесь насмотреться чего-то там в Ютубе и самостоятельно попробовать либо принять квартиру от застройщика, либо самостоятельно сходить в судебный процесс. В любом случае всегда должен участвовать профессионал. Мы очень много дел таких подхватывали в своей судебной практике, где мы вынуждены были потом исправлять ошибки самого дольщика именно на стадии досудебной, на стадии судебной. Это на самом деле сложнее и дороже, чем изначально обратиться к специалисту. Совет номер один. Всегда консультируйтесь со специалистами. Консультации зачастую всегда бесплатны. Но вы сможете хотя бы составить мнение о своей ситуации, можете понять, есть ли смысл вообще заходить в судебный процесс, нет ли смысла заходить в судебный процесс. И сколько бы вы не смотрели на недостатки, не смотрели на свои стены, думали, что у вас все хорошо, из практики, скажу, приедет эксперт, и он покажет вам то, что вы никогда бы сами не увидели. То те недостатки, которые в перспективе развития дома, его усадки, работы, эксплуатации, они потом уже по истечении гарантийного срока могут выйти в какие-то недостатки. Доказывать это уже будет значительно сложнее. В Барнауле в ближайшее время появятся муниципальные автобусы, которые смогут разгрузить самые проблемные маршруты. Об этом заявили в ходе брифинга, посвященного проблемам общественного транспорта. О главных его тезисах расскажем в следующем сюжете. Вечер добраться до дома становится проблематично. Об этом, как никто, знают пассажиры 47-го, 65-го маршрутов, единицы, десятки и не только. Ежедневно в Барнауле на линию выходит порядка 600 единиц транспорта. Так почему же приходится мерзнуть на остановках? В мэрии поясняют, главной причиной является недовыпуск машин на линию. А связано это с нехваткой квалифицированных кадров. То есть машины есть, возить некому. Отток водителей подтверждают и в ГИБДД. Сегодня количество выданных прав на категорию ВДД в разы меньше, чем еще два года назад. Недовыпуск составляет порядка 20% совокупности из общего выпуска транспортных средств на линию. Законодательством определено в целом, что на линию должен быть выход не менее 85%. По ряду маршрутов мы можем выписывать претензии в соответствии с контрактами, выписывать штрафы и расторжение договоров. Так, по двум маршрутам, 29 и 59 недавно были отправлены материалы в суд. Как раз за низкое исполнение. Возможно, уже в ближайшее время разгрузить проблемные маршруты получится с помощью муниципальных автобусов. Предполагается, что они будут работать на базе Горэлектротранса. Мы планируем в этом году закупить 18 автобусов. Организовываем на базе ГЭТ это направление. Пока для себя принимаем решение подхватить те маршруты, которые проблемные. Так, если коротко, неустойчивые. Звучал тут вопрос, 10 маршрут. Пока он рассматривается. 16 автобусов на линию, 2 резервных. Также на брифинге прокомментировали ситуацию с серыми платежами за проезд. Жители Барнаула неоднократно жаловались на водителей маршруток, которые отказывают пассажирам в оплате через терминал. Вместо этого хитрые водители просят перевезти им деньги на карту. По тем конкурсам, где у нас были предусмотрены условия оплаты безналичной системы платежа, там перевозчик обязан соблюдать. Кто это контролирует? Как комитет, как заказчик, так и налоговый орган. Перевозчики не заинтересованы в том, чтобы у них эти деньги шли мимо кассы водителя. Мы разными способами стараемся эту ситуацию искоренить. Штрафы, увольнения. Факты есть. Собираем, штрафуем. И эту работу будем продолжать. Обсудили на встрече и повышение тарифа. Напомним, с 1 января проезд в Барнауле будет стоить 30 рублей. При всем том, что условия, которые нам предоставляют сегодня пассажиры-перевозчики, они не соответствуют нашему желанию. Принимаем. Качество, хамство, много чего. То, что мы с вами знаем и то, что происходит. Но ведь везде тариф поднимается. Есть везде инфляция. Есть тарифы, где гораздо выше. И города, в общем, такие, можно сказать, похожие на нас. По словам главы города, повышение тарифа придаст некую устойчивость. Мы обращаемся к пассажироперевозчику и хотим, чтобы мы были услышаны. И требуем этого, чтобы пассажиропоток был организован и выходы увеличились. Контракты надо исполнять. И это они должны слышать. Иначе мы будем бороться. Что касается ремонта моста на новом рынке, на брифинге отметили, что избежать транспортного коллапса помогли различные меры. Например, выделенные полосы. Мы видим, что выделенная полоса, она дала тот эффект, от которого мы ее ждали. То есть, ну, если вы вечером в час пик поедете на личном автомобиле, либо на автобусе, однозначно на автобусе вы доберетесь намного быстрее. Пока же говорить о том, что барнаульцы массово пересаживаются на автобусы, не приходится. Но не исключено, что появление в городе выделенных полос, которые останутся и после ремонта моста, сделают поездку на общественном транспорте более привлекательной, если человек будет готов пожертвовать определенным комфортом ради экономии времени. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Девушка с мгновенной реакцией. Чудо-женщина или просто ангел. Так в соцсетях называют студентку Яну Татьеву, которая не дала ребенку попасть под колеса маршрутки, уверенно схватив его за куртку. Что это? Феноменальные способности или стечение обстоятельств? С героиней местных пабликов познакомилась Валентина Аскерова. Эту девушку с пешеходного перехода на Аванесова, спасшего ребенка, в социальных сетях уже прозвали Чудо-женщина. За ее фантастическую реакцию в считанные секунды она остановила мчавшегося прямиком под колеса маршрутки мальчика. И она сама не поняла, как смогла так быстро сориентироваться. На той стороне бежал мальчик. То есть я видела, что он оттуда бежал, он был полностью в черной одежде, как бы его вообще не было видно. И как-то я увидела, что 77-й скорость набирает, и в самый последний момент я его схватила. Даже не знаю, сама как так получилось. Я просто резко вытащила руку из кармана и схватила его, как получилось. 8 декабря около 8 утра. Я нашла на учебу. Девушка учится в Барнаульском кооперативном техникуме на повара-кондитера. По счастливой случайности она оказалась на пешеходном переходе именно в это время. Я обычно выхожу на 20 минут раньше. И так получилось, что я проспала, потом задержалась. И в итоге получилось так, что я вышла намного позже своего времени. Максимально странно, потому что я всегда выхожу раньше, а тут вот так вот все получилось. Ну, наверное, судьба такая, значит. Город должен знать своих героев в лицо. И если бы не городской паблик, горожане бы и не узнали имя спасительницы. После размещения ролика нам написала подруга героини и рассказала о ней. Мы списали с Яной, и она рассказала о том, как все произошло и что она чувствовала. Мы считаем, что Яна достойна награды за спасение мальчика. Пусть это даже будет региональная почетная грамота от краевой госавтоинспекции. На такие поступки, к сожалению, способны единицы. Большинство предпочитает оставаться в стороне. Проезжая часть на Ванессово – крайне опасная дорога. Автомобили, общественный транспорт поднимаются в гору, и не всегда водители могут среагировать на пробегающих проезжую часть людей. А тем более на малышей их просто не видно. Поэтому родителям стоит еще раз напомнить детям правила ПДД. Ведь в другой раз проспавшей занятия чудо-девушки поблизости может и не быть. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Без главной ели и без главной новогодней площади остались в этом году барнаульцы. Десятилетиями люди приходили в новогоднюю ночь на площадь Сахарова. Но в этот раз из-за сложной транспортной ситуации она останется проезжей. Какие альтернативы у желающих праздников барнаульцев? Ирина Корчагина пыталась найти на карте Барнаула точку для веселья. Но нашла ли? Снежный городок, иллюминация и главная новогодняя ель. Так площадь Сахарова выглядела год назад. А так площадь выглядит сегодня. Никакого намека на праздник. В этом году власти решили даже не перекрывать проспект социалистический. Это связано с тем, что дорожная обстановка в городе и так осложнена ремонтом моста на новом рынке. Так куда барнаульцы пойдут в первую ночь 23-го года? Неужели по инерции сюда или на районной елке? Мы живем на горе, но сюда всегда ходили. Ну а теперь пойдем на площадку Старого базара. Речь идет о Молотобольской. По всей видимости, в этом году эта улица и есть наш главный снежный городок. А это главная городская ель. Если бы вообще никаких зданий и построек не было между Молотобольской и Барнаулкой, и была бы здесь огромная площадь, вот тогда бы, наверное, здесь можно было бы делать какую-то елку, большой городок. У нас же был опыт, по-моему, лет 10 назад, когда главную елку с Сахарова перенесли на площадь Свободы. И даже там было тесно, хотя площадь Свободы-то побольше, чем Молотобольская. И от этой идеи отказались. Новый год стали широко отмечать в советское время, а точнее после Великой Отечественной войны. И, кстати, именно на площади Свободы тогда устанавливали главную елку. Но не будем забывать, что население Барнаула тогда было в три раза меньше, чем сейчас. Ну, скажем, после войны это 220 тысяч человек. Сейчас у нас 700 тысяч. Вот они в три раза больше. То есть тогда площадь Свободы вполне подходила. Но уже в 50-е годы елку стали переносить на площадь Октября. Площадь Октября тогда не была такой большой транспортной развязкой. Ну, а потом вот выбрали площадь Сахарова. Историк Данил Дегтярев считает, что сегодня в Барнауле нет полноценной замены для площади Сахарова. Так считают и многие барнаульцы, для которых Новый год был неразрывно связан с этим местом. Дома будем сидеть ни салютов, ни елок, ни горок. Очень грустно. А вообще это была ваша такая традиция ходить в новогоднюю ночь? Да, да, да. Прямо со студенческих времен ходим. Сперва компаниями, потом теперь уже с детьми. Даже не пахнет никаких украшений. Обычно здесь всегда были вот фигуры вот эти вот снежные. Я думаю, что уходит эпоха массовых новогодних гуляний на площади Сахарова. Но уже все, точно она ушла, потому что не будем забывать о том, что площадь Сахарова – это же еще и горки. И самая главная горка – это нелегальный спуск с баков, вот с этих, с которой все ребятишки катались в 90-е годы, 80-е годы и 2000-е годы. Сейчас этого уже не будет. Все. А в ближайшие годы площадь будет застраиваться. И общественники верят, что она все-таки не потеряет былую славу. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...